Выполнено в Институте системного программирования два соавтора, я и Сергей Стрижак. Надо сказать, что использование ветроэнергетики сейчас становится повсеместным, и даже в России уже появились целый набор ветропарков. Например, есть действующие ветропарки в Ульяновской области, строится и уже очевидно эксплуатируется ветропарк в Адыгее, и даже на севере в Тикси есть небольшой ветропарк. Традиционно при изучении процесса в ветропарке, при моделировании их, используется двойной подход. Рассматривается сначала атмосферный пограничный слой, а потом результаты моделирования в атмосферном пограничном слое уже накладываются на моделирование конкретного ветропарка. Ну вот здесь показаны типичные картинки для атмосферного пограничного слоя. Его размеры по вертикали это 1-2 километра и, как правило, несколько километров по горизонтальному направлению. Надо сказать, что у нас воздух содержит всякие твердые и жидкие части и даже живые части. В частности, это твердые частицы совершенно разного размера. Это дождевые капли, которые могут иметь довольно тоже крупный размер. И влияние даже могут оказывать летающие насекомые, которые могут подниматься довольно высоко и оказывать влияние на движение в атмосферном пограничном слое. Надо сказать, что очень много территорий в Российской Федерации находятся довольно далеко от побережья морей и океанов. И поэтому, как правило, количество твердых частиц повышенное по сравнению, скажем, с ветропарками, которые находятся на побережье. Поэтому мы вот в этой работе сконцентрировались на изучении, на начале изучения влияния частиц на параметры течения. Ну, уравнения для течения в атмосферном пограничном слое, они, ну, в общем, мы используем известные формулировки с использованием ЛС-модели турбулентности. Ну, вот только считаем, что в данном случае у нас объем частиц довольно маленький, и поэтому объемом частиц можно пренебречь, и поэтому только фактически добавляется только единственный источниковый член в уравнении движения. Ну, и, естественно, пренебрегается обменом масс между фазами. Ну, и для моделирования течения около ветропарков используется известный подход, когда такой полуинженерный, когда влияние ветроустановки аппроксимируется, ну, с помощью, так скажем, инженерных формул. Ну, это обеспечивает возможность использовать обычные сетки, неподвижные, для получения вполне реальных результатов. Ну, вот здесь приведен этот известный подход, когда лопасти ветроустановки аппроксимируются с помощью эмпирической формулы. Ну, а здесь, на этом слайде приведены граничные условия для атмосферного пограничного условия, известное уравнение Монина-Обухова. И нам для этого нужно знать коэффициент шероховатости, который нужно задавать эмпирическим образом. Это общеизвестный также подход. Движение частиц описывается с помощью известных уравнений. Тут приведена только схема этих уравнений, потому что в дальнейшем, я скажу, мы будем использовать OpenFarm, и многое определяется уже конкретными параметрами при проведении конкретного расчета. Там довольно богатый набор параметров, которые можно использовать. Ну, мы создали два новых решателя на основе библиотеки СовВА, известной для моделирования ветропарков. Один решатель на основе оборудования солвера и облака частиц, использованного в OpenFarm, для моделирования атмосферного пограничного слоя, а другой, естественно, для моделирования уже течения около непосредственно ветропарка. Надо сказать, что нам довольно сильно повезло, очень удачно получилось то обстоятельство, что в процессе создания этого решателя фактически не пришлось не менять ни одной строчки, как бы сказать, в исходном коде. А их надо было новые только добавлять. То есть процесс получился довольно простой. И вот здесь, на этом слайде приведена строчка, которая может требовать просто наибольшее внимание. Ее надо будет вставить достаточно точно. Только и всего. Точно такой же подход получился и при реализации решателя на основе ПИЗа Турбин ФАМ для моделирования ветропарка. Здесь приведены типичные параметры при расчете атмосферного пограничного слоя. Эти расчеты были проведены первоначально без частиц, без использования частиц в более ранних работах. Я уже говорил, что у нас есть реальные ветропарки. Их можно, параметры их можно получить с помощью открытых средств, например, Google Earth, и оцифровать их, и получить довольно точные характеристики конкретного ветропарка. Здесь приведены параметры первой и второй очереди ветропарка около поселка Красный Яр в Ильянской области. На этом слайде проведено построение пространственной области для этого ветропарка. Мы, к сожалению, считаем только модельный ветропарк, потому что выселительных возможностей для расчета настоящего ветропарка у нас нет. Поэтому мы все параметры уменьшили в тысячу раз. То есть расстояние, если было оригинально 9 километров, здесь 9 метров. Высота была 1 километр, здесь в модельном ветропарке 1 метр. Но, тем не менее, конфигурацию ветроустановок мы сохранили, как она была. И вот в результате расчетов, что мы получили. Здесь мы смотрим, здесь как бы изображено сбоку течение в атмосферном пограничном слое. Показано на желтом расположении частиц на фоне турбулентной вязкости. Видно, что в нейтральном пограничном слое. Видно, что там, где вязкость турбулентная очень мала, там действуют силы тяжести, и, соответственно, никаких частиц больше нет. Если же в области примерно 400 метров и ниже есть большое влияние турбулентной вязкости, но одна же сила тяжести все равно продолжает действовать, ее влияние также заметно. При расчете двух случаев для частиц с диаметром 25 и 50 микрометров разницы в верхней границе, их расположения практически нет. Ну, а у поверхности Земли немножко, естественно, это проявляется. Расчеты модельного ветропарка с частицами показали картину, ну, в общем-то, с виду не представляющий интерес. Вроде бы частицы достаточно равномерно распределены. Ничего сказать о каких-то тенденциях по вертикали тоже мы не можем. Но, однако же, надо сказать, что и для случая атмосферного пограничного слоя крайне неприятно бы оказалось то, что расчеты, что время на вычислении нам понадобилось примерно более чем в 10 раз больше, чем на расчеты без частиц. А для ветропарка ситуация еще более ухудшилась. И, в общем-то, видно, что для продолжения работы нужно, ну, сотни использовать, с использованием OpenFarm сотни, а может быть даже и тысячи ядер. Спасибо за внимание. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы вместо того, чтобы ввести твердое тело, соминили его с другим воздействием на поток, правильно? Нет, почему? Вот это был порядок, который в основном минимум пошел. Нет, а частицы считались... Нет, нет, на поток я их умею на широком вращающиеся. Да, да, да. Правильно? А какие условия ограниченности мы не ставим? Просто в такой подходе существует переток паски из этой твердой тела. Если там ничего другого не вводит, то она не совсем физическая. Ну, я так могу сказать, что... Нет, ну, конечно, это эмпирические формулы, но коэффициенты эффективности, которые мы получали, они вполне соответствуют нашим ожиданиям. То есть... Да, вот, все, что вы видите, вот, математически это все, что... Да, никаких граничных условий, естественно, нет. Это общий такой употребительный подход. Не мы его придумали. Хорошо, спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, подождите еще раз область по горизонтальному масштабу и какое разрешение, ну, метр... Для чего? Для какой задачи? Ну, для задачи метропарка, аптекаре. Ну, вот, область была, примерно, метр на 6, на 9 метров. Использовалось несколько разных сеток. А, это модельный, соответственно? Да, 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 да. Использовалось несколько миллионов ячеек. Там сказать про разрешение нельзя, потому что сетка сильно нерегулярная. Вот, ну, использовались, к примеру, варианты 1,7, 3,3 десятых миллиона ячеек. А, все больше. То есть пока мы считаем, как модельного в образовании? Да, 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 да. У нас просто больше нет возможностей. Спасибо. А зачем вы в тысячу разумеете все размеры? Взяли бы настоящие размеры, а ячейки вычислительные взяли бы больше? Вы знаете, вот даже на маленьком размере, например, ЛЭС модель уже не считает. Мы использовали КЭПС и ИЛАН модель, потому что слишком большой шаг для реальных. Уже не считает? Да, да. Ну, вот, да, так. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.